В национальном парке Зюраткуль заблудился ребенок. Десятилетний мальчик приехал из Уфы и был в составе туристической группы. Как так вышло, что он потерялся, расскажет наш корреспондент. Школьник находился со взрослыми на достаточно легком маршруте – медвежьей сопке. В какой-то момент десятилетний парень убежал вперед, отбился от группы и заплутал. Ведь местность парка была ему незнакома. Туристы учли это, а также факт того, что темнеет теперь на улице достаточно рано. А с наступлением сумерек температура воздуха резко понижается ниже ноля. Поэтому люди приняли решение сразу вызвать подмогу. Общая численность людей, которая вышла на поиски ребенка, превысила 150 человек. Мальчика нашли в одном из охотничьих домиков. Как рассказал сам ребенок, он слышал, как его звали по имени. Слышал сигналы и гул проезжающих квадроциклов, но боялся выйти в лес. Хорошо, что с ним к этому времени ничего не случилось. В медпомощи он не нуждался. Сейчас ребенок с родителями. Перепутали направление и свернули на другую тропу. В районе озера Кашкуль потерялись две женщины с детьми. Зарядка на их телефонах уже заканчивалась, когда они поняли, что заплутали. Во время разговора спасателей с пропавшими связь оборвалась. А как раз в это время сотрудники экстренной службы уточняли хотя бы приблизительное местонахождение людей. Но знание местности и то, что женщины с детьми не сворачивали с дороги, позволили спасателям оперативно обнаружить заблудившихся. Их нашли в трех километрах от Миаса и эвакуировали в город. Житель Каштыма отправился на рыбалку, но пропал. Об этом спасателям сообщил сын исчезнувшего 58-летнего мужчины. Парень рассказал, что его отец ходит на рыбалку на городской пруд. Но в этот раз мужчина задержался и сын забеспокоился. Спасатели изучили пруд и нашли тело мужчины на небольшой глубине. Рыбак запутался в сетях и утонул. Перегнать катамаран не удалось. Сел на мель. На озере Увельды мужчина занимался перегоном парусного катамарана к месту зимней стоянки, но не рассчитал условия и застрял на камнях. Справиться с проблемой самостоятельно не смог, поэтому обратился к спасателям. Мужчину эвакуировали на лодках к берегу, а судно сняли с барьера.